Там куча голых мужиков было с разминутыми ногами. Родная душа. Красота. Я залазил. Так надо залазить. Открывала от вас то, что я увеличила себе грудь. Хочу показать вам, как, в принципе, вымылся мой цвет волос. И сейчас он имеет такой теплый оттенок. Очень похож на мой натуральный, который у меня был давно. И я думаю, те, кто смотрели мои самые первые видео, согласятся, что можно сказать, что я вымыла свой натуральный цвет волос. Но сейчас не об этом. Я хотела бы рассказать вам о одной ситуации, которая произошла вчера. Предупредить вас, чтобы вы были готовы, чтобы вы не попались в подобную ситуацию. И знали вообще, что так бывает. Потому что многие люди, видимо, не знают, что такое бывает. Я вчера гуляла с своей подругой Таней, которая прилетала в Барселону на свое дне рождения. Который был вчера, опять-таки. Мы гуляли по горе Монджуик. Я учусь по горе Монджуик. Но вы это все знаете, ничего нового. Она попросила отвезти меня, отвезти меня, ее. Что ее, меня. Вы поняли. Мне надо было отвезти ее на Олимпийский садион. Это был последний день ее в Испании. И вот такая ситуация. Я говорю, а как вы улетаете? Во сколько у вас вылет? Нас мужа прилетала сюда. Она говорит, ой, мы улетаем утром. Я говорю, ммм, знаете, что обед уже будете в Киеве. Классно. И она говорит, нет, мы будем только 8 вечера в Киеве. Я говорю, 8 вечера. Просто из Барселоны до Украины лететь или 3,5, или 4 часа, не больше. Я говорю, а как вы летите? Покажи билеты. И она говорит, вот, сейчас найду. Покажут мне билеты. Я смотрю на билеты. Я говорю, пересадка в Ирландии. Вижу, что там Дублин, пересадка в Дублине. Я говорю, у вас есть виза? Она говорит, виза какая, английская? Я говорю, ну, не знаю, английская или ирландская, потому что на самом деле в Ирландию нужна ирландская виза. Я очень хочу поехать в Ирландию, в Шотландию. Это моя такая маленькая мечта, которая обязательно осуществится скоро. Я уверена, когда немного спадут вот эти ограничения по поводу COVID. Просто лететь в Лондон сейчас очень дорого. Очень дорого. Надо быть на карантине 10 дней, на самооплачиваемом карантине. Потом надо сдавать, по-моему, 3 теста, которые стоят в Лондоне 250 фунтов. Короче, я просто подожду, пока это все спадет, уйдет и полечу туда, когда это не надо будет делать. И в Ирландии та же самая ситуация. И я, когда летаю, часто видела рейс в ту же Исландию, через Ирландию или еще что-то. И я всегда знала, я вот всю жизнь знала, что в Ирландию нужна транзитная виза. Не знаю, откуда я это знала, но я знала, что я не беру билеты через Англию, даже если они супер выгодные по цене. Я не смотрю на них, если у меня нет визы. Я говорю, Тань, ты знаешь, мне кажется, в Ирландию нужна виза транзитная, когда ты летишь. Она говорит, как? Да? Ну, в общем, она такая в шоке, написала своей помощнице, я объяснила ситуацию, которая произошла ее помощнице. В итоге, как бы, оказалось так, как я и говорила, нужна транзитная виза независимо. На час ты летишь, на 20 минут, на одну секунду ты там будешь на пересадке в Ирландии, нужна транзитная виза. Та-да-да-а, транзитной визы у нее нет, и она у меня спрашивает такой вопрос, говорит, а ее можно сделать за час, за два часа, за вечер? Нет. Еще хочу сказать вам, так как границы сейчас много где открыты, надо быть готовым к тому, ко всем правилам, которые не прописаны на сайтах покупки билетов. Надо отдельно гуглить и узнавать. Например, когда вы делаете пересадку в Англии сейчас, вам нужен тоже тест на COVID, который будут проверять там. Допустим, вы летите из Барселоны в Москву, неважно, куда вы летите, и вам, как русскому человеку, в Москву не нужен тест на COVID, можно сделать на месте. Но, так как у вас пересадка в Англии, Англия требует даже на пересадке этот тест. Поэтому надо быть ко всему готовым, иметь все, и даже если вы вакцинированы, вам все равно нужен в Англии на пересадке тест. Такие правила. У меня моя друга в Исландию недавно летала, и она вакцинирована, но тест все равно делала, потому что это требуется, это проверяется, это еще раз делается на месте. В итоге, я так поняла, сегодня она не поверила, она решила, что можно что-то изменить, и уже в аэропорт поехала с надеждой, что это неправда. Конечно, ее не посадили на рейс, потому что нужна транзитная виза. И подобная ситуация была у моей подруги, которая летела на Самуи, на Самуа, нет, в общем, на остров, который где-то там рядом с Австралией находится, не Самуи, который в Таиланде, Самуи, который далеко, Самуа. И были билеты через Австралию, но в Австралию тоже нужна транзитная виза, даже если вы летите туда на 5 минут. И поэтому есть страны, которые надо обходить категорически, если вы летите куда-то, и у вас там пересадка, какая бы дешевая цена на билеты не была. А именно это United Kingdom, про Лондон не знаю, раньше надо было тоже визу на транзите иметь, что сейчас, я не знаю. Но Ирландия 100%, Австралия 100%, поэтому будьте готовы и не попадайте в неприятные ситуации. Вот такой вот от меня лайфхак, совет, история. За эти дни я на самом деле особо ничего не снимала, потому что я все время гуляла с подругой, показывала ей какие-то места в Барселоне. Я вообще была гидом брисселонским, ходила каждый день на сапе кататься, мне очень понравилось, я буду продолжать ходить каждый день. Нашла тренера по боксу в Барселоне. И вы знаете, за несколько дней в Барселоне мое тело снова пришло в тонус, я такая вся сухая, спортивная и позитивная. В отличие от того, что в Париже я, извините меня, жрала всякую дрянь, и эта дрянь сказалась на моем теле. И уже за три дня в Барселоне я очень загорела, не знаю, как вам показать, блин, как вам показать, даже обгорела, видите, я красная, как рак. С учетом того, что я очень тщательно мажусь SPF, но это мне не помогло. Еще мне пришел option про одну работу в Милане, может быть, меня подтвердят, я полечу в Милан, будет видно. Многие мне пишут, что видят во всех рекомендациях съемку для Шаин, Ши-Ин, Ши-Ин, Шаин-Идзе. Правильно, я в Париже я снимала, так что если вам показалось, что это я, да, это я. Я добавлю этот кусочек какого-то видео, как это все выглядело. Я вспоминала все свои поездки в Барселону, и мне, кстати, уже снова, знаете, так тепло, как дома. И я вспомнила свою подругу Алену, с которой я так классно проводила тут время, прямо до слез. Как мы офигенно проводили здесь время, я даже Леша рассказала, как я скучаю по моей Алене. Мы катались на велосипедах целыми днями, лазали по горам целыми днями. Где мы только не ходили, мы целый день ходили, гуляли, мы не были дома вообще, мне так это нравилось. Мы даже как-то на пляже заснули, я помню. Мы настолько нагуляли, что просто заснули на пляже. Мы каждый день с ней ходили по 30 километров. Ну, в общем, это была такая моя родная душа, с которой я познакомилась на модельном контракте. Я дико скучаю по временам с Аленой. Хотела бы, чтобы она была сейчас тут, потому что у меня нет такого человека, с которым бы я могла проводить время на моей волне, на моем уровне. Потому что я очень люблю гулять, я очень люблю много ходить, я люблю быстро ходить, я люблю лазать по скалам, по горам, вы знаете, по обрывам, это мои такие фантазии. Я люблю просто как-то веселиться, не знаю, веселиться, это правильно сказать, веселиться. Мне нужен брюк, которого у меня нет. И это, конечно, очень грустно, одиноко иногда, что нет такого человека родного, типа, то, что я так говорю, родная душа. Мне такой была эта девочка Алена, которая делала все мои повестки в Барселону шикарными. Вот так. Ну, ладно, буду монтировать то, что происходило за эти последние дни. Жалко, мое испанское агентство сейчас закрыто, так было, может быть, что по Испании были какие-то съемки. Но в августе вообще в Европе моделинг умирает, все уходят в отпуск до сентября, поэтому в августе обычно у модели нет работы никакой. Вот так. Завтрак чемпиона. Это был раньше мой любимый сэндвич из Старбакс со стунцом. Сейчас я укусила, он мне кажется уже не таким вкусным. Видите, мы пришли на шопинг перед пляжем. Смотрите, куда мы заплыли. Я просто сижу. Я надеюсь, мы доплывем обратно. Мы реально очень далеко уплыли, буквально за минут пять. Я не хочу проверять. Но на самом деле мне очень нравится. Я думаю, буду сюда ходить каждый день. Стоит всего 15 евро час. Кстати, в кепке Тани. Таня мне дала кепку, потому что я же не люблю солнце. Надеюсь, мы не обгорим, потому что обгореть, я думаю, в принципе, будет легко. У меня только что прибило к берегу. К берегу, к берегам. И там куча голых мужиков была с разминутыми ногами. А я плыву, я ничего не могу сделать. Реально. Меня укачало очень сильно. Я думала, я нарыгаю прям в море, если честно. Вот эти резиновые красивые, кстати. Да. Эти мне тогда и все. Беленькие, хорошо. Мне белые как раз нравятся больше. Белые просто офигенные. Спасибо. Как в доме раз приняла решение. Я в восторге от белых. Серые как-то выглядят просто, а белые супер. Девочки, присматриваемся. На осень очень хорошая модель. Кстати, когда у нас вот этот говномесиво на дорогах, очень хорошо подойдет. Вот эти, кстати, такие женственные. Мне тоже нравится, хотя это не мой стиль. Диор вообще слишком женственные одежды делают. Девочки, смотрим, 950. Тебе идет. Синяки нашли? Да. Красиво. Пуховик номер два. Вау, мы пришли в ботегу и посмотрите, как здесь красиво. Прямо произведение искусства. Но магазин на самом деле очень красивый. Пассажда Грация. Очень красивый диван, кресло, стол. Интерьер просто вау. Магазин очень красивый. Я в шоке. Это самый красивый бутик, в котором я была. Ботега Венетана, пассажда Грация в Брасселоне. Ну как? Не надо запивать. Леша заказал кейл-чипсы тайские. Я ему говорю, тебе не понравится. И мы сделали ставку, ему надо это все съесть. На 6,7 из 10. Где-то 6,5. Супер, прокрасывай, съешь. Леша заказала себе веганский бургер. А у меня 3 тако. Мой самый любимый вот этот с тунцом. Вот этот с лососем. А вот этот сибасом мой самый нелюбимый. Но в принципе эти тако очень вкусные. И Донни хочет их понюхать. Ну тако реально вкусно, ребят. Я максимально рекомендую. Расскажи, что произошло. Я тебя укусил. Меня укусила, сука. Лаксов. Представляете? Донни взял и укусил меня. Я же как-то не шла. Я знаю. Мне обидно. Да. Смотрите, Леша из нас двоих выглядит как младенец. Вы заботитесь о своей коже. Знаете как? А я нет. Никак. Доброе утро. И в это прекрасное утро мы идем плавать на досках. Я так и не помню, как это называется, если честно. Я же Терратс. Да, это называется Атсав. Терратс? Конечно. Нет, видите, какая резинка. Вот это обратная моя резинка. И мужчина какой сзади. Чем больше он прицел, лучше. Видишь, какой прекрасный мужчина стал сзади. Я не видел. Вот это? Это не сзади. Это справа. Думала, мы пойдем пешком. Но, к сожалению, к сожалению, мы не пойдем пешком. Мы поедем на мотоцикле. А обратно, может быть, я пойду пешком. Потому что у меня сейчас цель. Я хожу каждый день по 23-25 километров. И я хочу добить и ходить по 30 километров в день. Не знаю, какая у меня фантазия. Хочется, нет. Плюс сейчас в Барселоне не очень жарко. Даже для меня не очень жарко. А мне обычно жарко всегда. Это, кстати, шапочка для мотоциклов. Что? Для душа. Для душа. Ну, чтобы вошедшие вот эти все заразные не подцепить, знаете, надо носить с собой шапочку, если вы не хотите выстригать. Где наш мотоцикл? Дальше. Мы приближаемся к нашему старому дому, где мы жили на карантине год назад. И хочу сказать вам главное отличие карантина и не карантина, который есть сейчас. Людей в раза три больше. Людей вот как до ковида. Их дофига везде. Очень много украинцев, потому что границы для Украины открыли и все приехали. Ура, мы все рады. И очень много я заметила итальянцев. И я часто слышу французскую речь. Доня, видите, ходит, выбирает себе борт. Дончик, счастливая такса. Храбингзон крузой. Такса плавает возле отеля W сегодня. Он только начинает орать, когда мы отплываем. Я держу весло пальцами. Только что дончик прыгнул к Леше. Смотри, он сейчас опять прыгнет. Нет, нет, ты держи его. Нет. Я залажу. Так надо залазить. Сейчас упадет. Сейчас упадет. Нет? Нам сказали, что сегодня очень много медуз здесь плавает. Влог продолжается уже так. Я иду с Редбуллом. Я, кстати, очень редко купю Редбулл, но очень его люблю. И мне очень нравится именно без сахара, который, даже не потому, что там нет калорий, а мне реально нравится вкус больше этого Редбула. Я несу тортик. Только что очень долго искала свечки. Свечки долго искала, зажигалку быстро нашла. У Тани день рождения сегодня. И я не знаю, она одна? Ну, не одна, она с мужем в чужом городе. И я-то хотела сделать какое-то маленькое ощущение праздника. Заказала свой любимый веганский торт из Flex and Sailor и сейчас иду с ней встречаться и буду гулять остаток дня с ней, чтобы скрасить этот прекрасный день, когда она родилась. Иду по Псевде Грасси, а мы договорились встретиться возле Диор. Такой у нас ориентир свой тортик. Сейчас ставлю свечки. Думаю, пойдем вначале выпьем мачи в очень классном месте мача Грассиас. Эта вещь просто незаменимая. Скриньте, потому что без нее невозможно жить и это не шутки. У меня очень натирают ноги всегда и только вот эта штука мне помогает. Я не знаю, что это, но это какое-то волшебство по типу вазелина. Кстати, эта обувь мне не подходит по размеру. Я обувала ее буквально это третий раз. Они на меня большие. Я буду покупать на размер меньше такие же. И если кому нужен тридцать девятый, я могу вам их продать. Нужно подумать. Так, загадывайте, загадывайте. Все. Да. Ура! Все, валилось. Хочется заключить в его классные. Смотри, какая ты красивая. Смотрите, в бантиком. Девочка, девочка. Плаза Испания. Одно из моих любимых мест в Барселоне. Провожу сегодня Тане экскурсию. Она завтра уже улетает. Вот, пришли до такого места. Сейчас пойдем в сад кактусов, который я очень сильно люблю. Одно из моих любимых мест в Барселоне. Вот этот красивый парк. И здесь никого нет. О нем очень мало людей знает. Поэтому, если вы прилете сюда, я вас уверяю, вы будете одни. И у меня обувь моя шлепает. Я же говорила, никого не будет. Действительно, одно из моих самых любимых мест в Барселоне. Просто обязательно к посещению. Что заказала я? Что заказал Леша? Просто посмотрите, какая у меня порция. Я наешься. Наешься? Точно? Да. Что ты раздеваешься? Доня боится зайти на воду. Где такс? Где такс? Такса там? Мы его не взяли. Где такс? Что ты показываешь? Как меня укусил Доню. Вставляете? Ты рассказывал эту историю? Нет, рассказываю. Я расскажу? Чем Инна вкусно кушает колбасочки. Она так кушает, они обычно торчат со рта все еще, пока она их жует. Я не успела донести. И он просто прыгнул и укусил за колбаску и не достал до колбаски, достал до челюсти. Видите, чуть-чуть не съел. Инна разозлилась. Выкинула таксу с кровати на 5 минут. Пойду кататься на велике. Такая. Огурчику, а потом к Саграде, а потом по пляжу. А что ты будешь у огурчика делать? На велике кататься. А просто кататься. У меня сегодня на завтрак шакшука. Перед пляжем я не успела поесть, я съела маленький батончик. Леша успел поесть, но тут он успел тоже перекусить круассаном. Это раньше была моя любимая шакшука с этим сыром и с баклажанами. Я иду в поисках велосипеда. Я когда в Барселоне всегда арендую велосипед на месяц через одно приложение. Данкер и Паблик. Я добавлю, как оно выглядит. Это не реклама. И катаюсь по Барселоне. И вот где-то здесь должен быть мой велосипед, который я возьму. Я хочу поехать кататься на Паблиноу. Я еще там не ездила за эту поездку. Я очень любила там ездить на велосипеде возле солнечной батареи, вдоль пляжа. Очень красиво. Все вам покажу. Узяла велосипед. Мой велосипед называется Джу Ли. Красота. Недолго я прокаталась. Прокаталась полчаса, села на лавочку. Потому что меня начали все писать по работе, по рекламе. Мне надо отвечать всем на сообщения. Сейчас посижу минут пять и поеду дальше. Доехала до Огурчика. Вот он сзади меня находится. Я уже даже не помню, почему я называю это место Огурчик. Кто-то мне сказал, когда я первый раз была в Барселоне, что это Огурчик. Оно мне как-то в голову засело. Я теперь называю вот эту штуку всегда Огурчик. Мне всегда очень нравилось это здание. Как красиво. Действительно, вот эта самая спокойная аллейка, чтобы покататься на велосипеде. Многие носки так здесь ездят. Мне очень нравится. Я когда-то жила в этом районе. Жить мне здесь не нравилось, но вот так ездить очень. Смотрите, это моя мечта. Три таксы. Добавный факт. Мне под комментариями в инстаграме многие люди и не только в комментариях, в личное сообщение тоже написали, что я, оказывается, скрывала от вас кое-что. Скрывала от вас то, что я увеличила себе грудь. Такая скрытная девушка. Скрывала, скрывала, но вы вычислили. Меня на самом деле удивляют люди, которые пишут мне, что я увеличила себе грудь. В какой промежуток времени они думают, что я увеличила себе грудь? Я как бы снимаю видео по сути каждый день. Это что, я скрыла день операции? То, что я хожу в корсете? Просто я поражаюсь таким людям? Логика отсутствует.